Сегодня пойдем на экскурсию. Сегодня у нас рабочая командировка в Подмосковье и мы находимся на фитопирамиде. Здесь уже тестируются наши новые сортовые новинки томатов. Здесь растут наши огурчики. Пойдемте, я вам сейчас все покажу. Друзья, но самое, конечно, интересное – это технология выращивания. Чтоб вы понимали, фитопирамида – это особый способ выращивания. Здесь овощи растят по питательным растворам. То есть это бессубстратный способ. И здесь вот по этим желобам текут питательные растворы и абсолютно нет грунта. То есть здесь заполнено водой, то есть питательным раствором, воздухом и корневой системой. Потому что у этих растений просто огромная корневая система. Здесь представлено не один наш томат. Пойдемте посмотрим дальше. Смотрите, какие красивые листочки. Это очень-очень красивый сорт. Он бекалор, разноцветный, очень-очень сладкий. Совсем скоро я раскрою все секреты. Как только он поспеет, мы приедем на фитопирамиду еще раз и вместе с вами соберем урожай. Хочу показать вам, как в идеальных условиях выглядят перцы. Это те перцы, которые мы с вами выращиваем на нашем участке. Вот в идеальных условиях они все высокорослые, все индетерминатные. Эти перцы совсем малыши. Посмотрите, они уже размером практически с меня. Совсем скоро они будут все усыпаны плодами. Уже плоды завязались. Смотрите, как здорово это выглядит. Друзья, здесь очень шумно. Дело в том, что вот в этих трубах красных сейчас гоняют воздух. Это котельная, но в летний период она работает как дополнительная вентиляция. И посмотрите эти красавчики. Это тот самый огурчик савин. Я вам очень его рекомендую. Смотрите, какая гирлянда. Многие при слове питательный раствор думают, что здесь выращивают химические овощи, которые вредны. На самом деле здесь обстоит все наоборот. Растение получает ровно столько, сколько нужно для его развития. И такие овощи очень вкусные, хрустящие. Совсем не страшно вкусные. Я не могу с Брэйдом так откусить. Для контента было бы просто. Друзья, вот это интересное растение. Это мантурия. Гибрид дыни и огурца. На самом деле, если его очистить по вкусу, мне сказали, как огурец. Нам дали один плодик, поэтому продегустируем. А пока я доедаю свой огурец. На самом деле здесь очень красиво. Вот я увидела наш любимый томатик. Это маленькая звезда, не типичная фермера. Та красавица, которую мы с вами выращиваем в зимнем огороде. А здесь попусто зацвела. Вот смотрите, баклажанчики, какие они малыши. Это Нэнси. Я знаю, что это Нэнси. Откуда знаешь? А я себе другой сказал. Я все узнала томаты, между прочим. Тут растут дыни и, возможно, мы возьмем их в ассортимент не типичного фермера на своем участке. Я их тоже тестирую. Эти дыньки называются Фестиваль Грин и Фестиваль Вайт. Я попробую на вкус и решу, достойны ли они быть в нашем ассортименте. Но очень красиво. Очень классно, если раздвинуть листочки, можно увидеть, сколько тут плодов. Но вкус это не единственный критерий, по которому в свой ассортимент попадают семена, а также простота технологии агротехники выращивания. Именно Фестиваль Грин. Уважаемые агротехнологы, идите в себя в лоб. Дорогие друзья, я надеюсь, такая экскурсия вам была интересна. Не каждый день мы видим такую технологию выращивания. И не всем она доступна. Но вы должны знать, что такое есть. И я считаю, что за этим наше будущее. И совсем скоро какие-то маленькие гидропонные установки с питательными растворами будут появляться в наших с вами квартирах. Я практически в этом уверена. И я тоже в этом году освоила гидропонику и научу вас в этом году выращивать что-то у себя дома в питательном растворе. А с вами был Нетипичный фермер. Подписывайтесь на мой канал. У нас еще впереди много интересного. В следующий раз мы сюда прибудем, когда наши плоды уже будут в биологической спелости и будем с вами их кушать.